Одиннадцать, шляпа, хитрая лиса, рукавицу гнать. В эти этно-игры дети играли с азартом. В рамках летнего проекта «Дворовая практика» Центра внешкольной работы педагоги придумывали свою тему, которая была ведущей на различных площадках. Во дворе по Московской 21 клуб «Мечта» реализовывал проект «Путешествуй, играй» в рамках всероссийского проекта «Этноспорт». Ребята разучивали правила и играли в игры народов России. Было всё связано именно с этноспортом, именно с нашим проектом «Путешествуй, играй». То есть мы, получается, например, вот в августе, каждый понедельник разбирали новые игры. Ну и, в принципе, также соседние сопутствующие мероприятия были тоже связаны с данным проектом. Например, какие-то же викторины или же квесты. Летние каникулы подошли к концу. А значит, и проект «Дворовая практика» тоже прощается с ребятами до следующего года. Но, несмотря на лёгкую грусть, заключительное мероприятие прошло на позитивной ноте. Педагоги ЦВР подготовили фестиваль. На котором участники ещё раз вспомнили наиболее понравившиеся игры. Затем по итогам месяца наградили самых активных ребят. Вручили грамоты и памятные подарки. Все, кто пришёл на площадку, тоже получили сладкие призы. У детей остались тёплые и яркие воспоминания о дворовой практике. Мне понравились те праздники, которые тут проходили. Особенно то, что в бесплатные игры можно играть спокойно. То, что приходят друзья, там всякое такое можно познакомиться. Я уже не в первый раз, где-то два года всё равно тут есть, потому что хожу сюда. Ну, очень классная площадка, всем советую. Я ещё хочу очень приходить в следующие года. А в этом месяце мне больше всего понравилось, как мы играли на День России. Мне понравилось просто проводить веселое время. А какие игры понравились? Снайпер, минус пять, одиннадцать. Разные игры, настольные такие вот, с мячом. А тебе? Мне понравилось то, что здесь вообще с нами занимались, всё рассказывали, были всякие квесты. Ещё в день рождения Пушкина здесь было очень интересно. Мы рассказывали его сказки, в общем, всё вспоминали Пушкина. Педагоги приглашают ребят в клубы по месту жительства, центры внешкольной работы. Там можно свободно посещать игротеки и различные мероприятия. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич, Служба новостей Саров, 24.